всем привет дорогие друзья большим-большим привет из курции из махмудлара наше очередное утро здесь 1 июля утро как всегда позитивное 7 утра и мы идем как всегда ходить ну и плюс сегодня у нас еще суббота приезжает рынок зайдем на рынок купим как всегда черешинки посмотрим с вами цены общем как всегда отдых продолжается понимаете когда такая картинка за окошком не может быть плохого настроения просто не может сейчас 8 утра зашли с оксаной на пирс перед тем как идти оставили эти полотенце потому что здесь нереально потом если приходишь в 10 уже уже не можешь но может быть а что-то изменится найти место потому что сегодня вроде бы уже последний день праздника или сегодня или завтра хотя вроде обсе читала де 9 как-то видимо может быть основной праздник четыре дня потом уже кто-то отдыхает это не отдыхает но людей очень много все а мы на рынок осенью будет вообще замечательный день волны я обожаю волны лежишь и просто медитируешь на пирсе и никуда не хочется знаете такие какие-то кураны бы все хотелось сейчас никуда не хочется хотела показать как местные отмечают праздник вот так вот эти приносят ковровые дорожки прям вот так вот вот это место для пикников с собой приносит эти лепешки там разные сейчас идешь спокойно по улице люди берут собой привозят ковер ковер расстилают ставят эту пластиковую пластиковый контейнер которым куча лепешек достают чайники причем они как-то у них чайник на чайнике и с подогревом какая-то горелка там работает чай был горячий и семьи большие по 3 по 4 человека детей все усаживаются так вот начинается субботнее или воскресное утро так здорово мне очень нравится эта традиция вся семья в сборе они собирали с утра вот эти котомки потом сели сидят смотрят на море общаются вечером я вчера снимала немножко тоже такие волны у них с собой эти стульчики тоже точно так же чай вчера еще кальянгу семья там бабушка мама на берегу сидят релаксирует смотрят на море вечером за распадает и много-много здесь вот эти вот по набережке все лавочки вот они все на этих лавочку в том числе то есть у них море знаете как какая-то живая картина которую вот на которую они смотрят любуются получают позитивное настроение шикарно и фонтанчик такой классный красивый и вот это вот место там где башня с часами центрального там корона видите это gbg комплекс там мы буквально мы дошли за 10 минут сюда повороты там сейчас наискосок будет рынок а здесь все банкоматы стоят туда дальше обменники стоят очень выгодно такое центральное расположение вот что мне здесь нравится это вот такая вот зелень тенистая часть есть где укрыться от солнца мне в прошлый раз здесь кстати нужно нажимать на светофор на аппарат специально для того чтобы зажегся светофор написали вчера спросили лена мы семь лет назад отдыхали в махмудгаре кто из зрителей написал и готискали парке не могли не пойдем никого нет не могли найти парке слушайте я была не не знаю чтобы вот в понимании нашем понимании парк такой здесь таких наверно скорее всего больших и нет если кто варанье живет напишите есть такие или нет я таких не видела но вот такие вот маленькие зеленые тенистые участки здесь разумеется есть я вот вам показывала один в кистеле находится москва туда частенько ходим здесь ну и практически в каждом райончике когда он заканчивается вот такие вот зеленые участки есть но они небольшие особенно гулять здесь негде так вот посидеть где-то на лавочке насладиться смотрите доброе бодрое утро я не взяла часы обычно люблю вам показывать время сейчас чтобы вы понимали 8 утра 8 утра и не знаю это туркина на скорее всего здесь то дома такие комплексы именно турецкие занимаются но он там-то точно наша группа в полосатых купальниках танцами занимается вон наша оксана знакомая с утра они очень хорошо молодцы у нас с утра танцы на балконе а здесь утра наверное скорее всего я думаю что бесплатная зарядка люди по собираются по интересам там в теннис все вместе весело мы когда здесь идем я говорю боже какая замечательная деревня я ее так с любовью потому что для меня деревня это знаете что-то такое фантастическое в том плане что петухи в общем наслаждение умиротворение зелень тепло значит что касается курса валют вчера с карты опять-таки газпром не обязательно чтобы была карта газпром самая главная платежная система union другая здесь говорят там вот карты мир они работают в частных лавочках у кого вот есть эти переводы настроены чтобы перевода можете там на какую-то карту скинуть вот так вот что пришли в магазин и рассчитались этой карты там в миг раз юис пола там если у вас мир этого я еще не знаю не видела то есть union play любая карта вы сможете снять деньги банкомат рассчитаться можете не во всех магазинах я уже много раз говорил люди не понимают так вот здесь дом обменник до курсе я вчера снимала значит 38 падем с 383 был по карте я снимал то есть опять лира упала сейчас посмотрим вот здесь еще раз посередине говорю вестерн юнион я сейчас пойду поменяю вся долларов и вам скажу какой на сегодня курс если менять доллары просто у них там нет вывесок я уже много раз говорила они как-то так них свой внутренний курс они его показывают на калькуляторе ну и маленькую ставочку делаю уже при монтаже видео не записала закрытые все обменники курбан байрам и соответственно четыре дня ничего не работает я имею ввиду не сетевые магазины обменники закупали то дошли до рынка орехи если кому интересно цены 250 300 300 помидоры она на улице 15 стручковый перец какой-то 35 перец зеленый 25 черешни наконец-таки понизилась цена 35 лет такая не особенно красиво но сейчас поймем если вкусные а давай закажем Ну так мы с картошкой, нет, но назад пойдем, чтобы она уже сделала ее, потому что нам можно с картошкой 4, 4, назад, да, потому что она, ну, долго этот процесс делается, так, 30 лир, вот помидоры хорошие, помидоры, блин, как же утром комфортно ходить, вечером народу вообще не протолкнуться, сейчас идешь, хотя бы ты что-то рассмотреть можешь, подойти спокойно ко всему, зелень, 10 лир, это 40 рублей зелень, так, здесь что-то домашнее масло, наверное, скорее всего, яйца, 3 лир яйца, сок, дыньки, ага, черешня тоже 30, но я еще раз говорю, она, видимо, уже отходит Мираба, чего, чего-чего сказал-то, не пойму, это уже речитатив, кто увидел в запретограмме, там, считалочка детская, девушка думает, выпить есть шимпанского или не выпить, так, здесь по 25, по 35, по 40, только-только раскладываются, морковь, морковь, свекло, черешня, видите, светленькая, то она была до этого крупная, а вон крупная, кстати, здесь вроде неплохая, апельсины, 20 лир, на той неделе были 10 лир, сейчас еще раз напоминаю, праздник Курбан-Байрам, что я смотрю, некоторые цены повысились, кукуруза, 50 лир, 3 штуки, 50 лир, 3 штуки, это 200 рублей, так, рынок здесь, помимо того, что он продуктовый, еще и вещевой, вещевой тоже уже много раз показывали, оливки, 110 лир, 95 лир, 80 лир, здравствуйте, кому? Нет, пока не будешь, оливки будешь, сыр будешь, ну, я что-то как-то, вот оливки, я их заставляю себе есть, вот знаете, бывает, любовь-любовь, я их заставляю, раньше я их вообще терпеть не могла, сейчас я могу съесть, но я вообще далеко не любитель оливок, вот далеко, так, мы потом еще и после обеда пойдем сюда, но сейчас с Оксаной просто возьмем клубнички, вот клубничка мелкая, хорошее, вот, сейчас вот такую надо взять, а здесь по 40 лир, 40 это 160 рублей, вот терешня крупная очень, 70 лир, персики 35 лир и вот он, второй ряд, здесь уже людей больше, писать, что после обеда делать, после обеда вообще очень много людей, тоже симпатичный этот черешня, этот черешня, ну, извините, я иду, у меня глаза там, язык здесь, мысли в третьем месте, вот 30 лир шикарные помидоры, надо вот здесь взять, 50 лир, очень хорошее, черешня крупная, 70 лир, абрикосы в прошлый раз брали, 20 лир вкусные, 80 рублей абрикосы, 100 же килограмм надо взять, мы сегодня без телеги, 30 лир, черешня попроще, 15 лир, мелкая клубника, там 20 было, здесь 15, все то же самое, да, видели, орехи, 350, 200, белая черешня, ну, в общем, вот как-то так, в принципе, дальше уже все повторяется, если получше ягода, вот крупная, красивая, то 50, арбузы, 20, а нет, 25 это дыни, 50, клубника, все такое красиво, аппетитно, надо брать, добытчики с Оксаной пришли, принесли, помидоры, кукурузу, клубнику, сейчас начистим, эти абрикосы, черешню, половину арбуза, Оксана тащила, 6 килограмм, сказала, без арбуза не уйдет, еще помидор, еще зелень, вот такой улов, только на сколько денег, не могу сказать, в общем, черешня по 50, 2,5 килограмма, получается, 125, эти абрикосы на 50, это 175, лепешки 120, это сколько уже получается, 300 почти, помидоры 90 за 3 килограмма, 390, кукуруза 100, 490, клубника по 50, 500, это 600, там 3 килограмма, подожди, 650, ну, в общем, и зелень, 700 лир, 700 лир, ой, не могу, я мокрость, 700 лир на 4, это тысяча, на 2 800, а, еще арбуз я не посчитала, но арбуз чуть копейки стоил, да, недорого, в общем, 2 800, вот так вот рынок, сейчас зато поедим вкусные лепешечки, купается в бассейне у нас, вот, прикиньте, как здорово, один, одинешенек в бассейне, и на пляже еще удивительно, пока что никого нет, обычно в это время там уже очень-очень много народа, может быть, уже турки разъехались, а может быть, и нет. Антураж для танцев, что-то мы не подкупили, надо синие еще какое-нибудь платьице подкупить для танцев, все, готовы завтракать, это у нас такое, знаете, сняли, сейчас еще какие-нибудь идейки, мне сейчас там еще музыку скинули, надо что-то дальше, но вообще, очень вкусные абрикосы, мягкие, сладкие, 100 рублей, ну, не знаю, дорого нет, я прям таких, знаете, вкусных абрикос, один-единственный раз ела, узбекские, обалденные были, вкусные, сейчас еще с собой возьмем, пойдем на море, смотри, волна какая, сейчас, наверное, закроют пирс, когда волна начинает добивать до пирса, они закрывают пирс, кушаем, бежим, я опять, самая первая, знаете, уже, сегодня какой, с пятого числа, сегодня первая, 26 дней мы уже здесь находимся, уже нет такого запала у моих, идти на море, с утра Оксана доделает что-то, мама сказала, ей вообще лень, Ваня ему вообще весь отпуск, лень, она 6 лет, хотя времени уже полодинства, ну и волны, смотрим, сегодня с вами людей меньше, чем вчера, а меньше почему, потому что купаться-то нельзя, мы вчера здесь такую страшную историю увидели, я честно, вчера под впечатлением еще находилась как минимум 2 часа, у меня эта картина стояла перед глазами, вчера вечером, здесь смотрели, любовались на закат, и вот прям перед нашими лежаками, вот именно то место, где сейчас вот шла волна, но чуть-чуть подальше, мальчик лет 14, и девочка лет 10, и они, знаете, вот там как-то волна идет, и они прям вот грибут постоянно без конца, доброе утро, раба, тут, вот, грибут постоянно без конца, и на одном месте получается, и я так на них смотрю, они 5 минут, ну я думаю балуются, руками шлепают, 10 минут, и то есть, понимаете, здесь такие есть подводные течения, то есть бывает, что засасывает, и ты не можешь дальше, и получается, они пытаются изо всех сил грести, к берегу, а к берегу получается, на одном месте они не продвигаются, и то есть, ну, ты лежишь с берега, ты этого не понимаешь, ты на них смотришь, думаешь, ну, они плещутся, а они тонут, они вчера, дети эти реально тонули, это турки были, видимо, то ли они плохо плавали, то ли чего, но они не кричали, обычно еще, знаете, люди думают, что, когда человек тонет, то, блин, свернула лежак, мои 100 килограмм, свернули лежак, что люди, когда будут тонуть, будут орать, кричать, а они же воду хлебают, и они уже кричать не могут, соответственно, но хорошо, что папаня был на берегу, увидел все-таки, бросился, увидел, что дети у него, что-то не в порядке, и давай уже орать, соответственно, тут уже все обратили внимание, то есть, как бы, я до этого просто смотрела, еще раз говорю, я не понимала, ну, плещутся и плещутся, здесь же постоянно плещутся, постоянно волну все, и их уже вытягивали, девочка уже вообще, получается, наглоталась, то есть, они обессилили, они на одном месте, ну, понимаете, да, карабкаются, они продвигаются, и их туда вот доволокли, до этого каната, и по канату уже вчера вытаскивали, они выходили, и, в общем, это было страшно в том плане, что на твоих глазах, а ты не понимаешь, что человеку помощь требуется, вот я теперь хотя бы, знаете, как буду разбираться, и я всегда Ване говорю, что когда тебя вот так вот затягивает на одном месте, всегда в сторону надо плыть, у них ошибка была, они пытались плыть вперед, и они поэтому стояли на месте, а чтобы выйти от этого течения, нужно плыть в сторону, и тогда вы уйдете с этого момента, и сможете преодолеть это расстояние, так что не всегда море, к сожалению, бывает ласковым, так, ладно, я сейчас переодеваюсь, ну, точнее, не раздеваюсь, и иду плавать, хорошо, что здесь есть пирс, вот что, кстати, еще я обратила внимание, на Клеопатии, там нет ни одного пирса, и что вот если вот такая вот волна, то ты не зайдешь в море, если ты там боишься, или еще что-то, так что, так, ладно, дорогие друзья, вот такое вот у меня получилось, коротенькое видео, после обеда еще что-нибудь поснимаем, может быть, пойдем в Ектус ходим, посмотрим, мама тоже такой же костюм, как у Оксаны захотела, у нас все любят одинаковые вещи, Оксана вчера купила в Юйс полу костюм, в общем, ну, на этом моменте я со всеми прощаюсь, как всегда, всем добра, удачи, позитива, и совсем скоро увидимся с вами вновь, пока-пока, море, 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 никуда не хочется, честно, вот понимаете, никуда не хочется, не уходить, не выходить, вот здесь лежать и все, никуда не хочется, абсолютно, Девушки отдыхают Когда будет с нами, где повезет, а где наоборот Засада ждет Мы бы не чудили, мы бы соломки постелили Все бы проблемы победили И веселились бы назло врагам Мы желаем вам, пусть будет праздник Пусть вам поднимет зарплату начальник Мы желаем вам, пусть будет счастье И повезет обязательно вам Всем врагам назло, пусть будет праздник Пусть будет праздник, праздник-проказник Мы желаем вам, пусть будет счастье Море надежд и любви океан